Духи итальянского нишевого бренда Филиппа Сарченели, but not today, но на сегодня это тот случай, когда о самой концепции духов можно рассказывать больше, чем о непосредственном аромате. Дело в том, что я тоже долго искала для себя образец этих духов в этой композиции, долго приступала к тестированию, и поэтому рассказ, возможно, тоже будет затянутым долгим, потому что очень интересная мне показалась сама ситуация, в которой композицию, посвященную легендарному Ганнибалу-лектору, Ганнибалу, который появился впервые в фильме «Молчание ягнят», потом был фильм Ганнибал, был сериал ему посвященный, так вот историю этого убийцы рассказывает парфюмер, который известен тем, что он создает не только парфюмер, но и дизайнер, который создает облачение для Ватикана, и само такое сочетание мне показалось довольно необычным. Кроме того, в композиции были обещаны ноты крови, что меня привлекло, ну просто, скажем, из любопытства. Хотелось узнать, как данный парфюмер будет реализовать свою задумку. Опять же, по идее автора, а Филипп Сорченель является и автором концепции, и создателем аромата, эта композиция, эти духи посвящены любви между жертвой и охотником. И одним из слоганов этого аромата является фраза, сказанная Ганнибалом-лектором своей преследовательницы. «Вы сказали бы мне стоп, если бы хотели меня остановить». Ну а само название наверняка... Вы помните, что эту фразу говорит Ганнибал-лектор Кларисия, когда она впервые приходит к нему в тюрьму. Это было еще в фильме «Молчание ягнят». Говорит ей, вы носите «Лер де темпо», но не сегодня. «Лер де темпо» — это очень известный аромат от Мины Ричи, аромат послевоенных лет, такой вот аромат, который был призван нести, что ли, какие-то надежды светлые людям, что-то такое вот жизнерадостное. И одним из основных компонентов этого аромата является гвоздика. Поэтому гвоздика была также заявлена и в центре композиции «But not today». Если посмотреть те пирамиды, которые можно сейчас еще увидеть на многих парфюмерных сайтах, то они очень и своеобразны. То есть, во-первых, в «But not today» в духах нам обещают ноту металла, животные ноты, причем здесь и бобровая струя, касториум, и цвет, цветы гвоздики, о которых я уже упомянула, кожа, ну, как же история о Ганнибале без кожаной ноты. Это цветы лилия и жасмин. Лилия является, белая лилия – это аромат, который олицетворяет запах Флоренции, любимого города Ганнибала Лектора. Дело в том, что вообще «But not today», несмотря на то, что фраза вырвана из фильма «Молчание ягнят», но она посвящена именно фильму «Ганнибал», который, кстати, тоже очень любила, давно просто не смотрела, не могу сказать, как бы я сейчас, с каким взглядом я оценила, но я тоже эту историю всегда воспринимала, как вот какую-то такую романтическую историю, пусть и довольно своеобразную. Но, в принципе, мне тоже этот фильм был интересен, поэтому тоже хотелось бы с этими духами познакомиться. Также обещаны 47 компонентов, которые воспроизводят запах крови. Альдегиды, которые, опять же, должны сделать нам отсылку к духам прошлых лет, к альдегидным. Это «Ладан», который всегда присутствует в ароматах, «Пилипасарченель», ну, практически всегда. Это «Пряности», «Бензоин», «Пачули» и «Кедр». Вот с такой же, в общем-то, пирамидой познакомилась я, и мне было очень интересно попробовать, как же эта композиция раскроется. И вот мой ужас, когда я получила эти духи, потому что, когда я нанесла на руку, я почувствовала очень затхлый запах. То есть никакой крови, никакого металла, никаких животных. Но я вот была готова ко всему этому. Никаких таких уригинальных аспектов, которых описывают люди. То есть как бы запах, напоминающий мочу. Вот мне я ничего такого не обнаружила. Но какой-то такой ужасный затхлый запах, горький, пыльный. Первая моя была идея в том, что эти духи, они попросту просрочены и испортились. Я покупала на Allure Parfum в декабре, я получила этот пробик. И действительно, здесь вот в сроках годности указано, что годен до 2024 года, но не указан месяц, до которого эти духи следует использовать. А сейчас у нас как раз март 2024 года. Но мой опыт общения с парфюмерией, даже с дешевой, говорит о том, что духи обычно еще очень много времени сохранны после того, как уже истекают их официальности в годности. Поэтому я отправилась за советом на форумы. И мне подсказали, что, в принципе, такое восприятие тоже возможно. Сами духи тоже визуально никаких признаков просроченного парфюма не имеют. Нет ни куассат, ни мутности. Вот светлая жидкость соломенного цвета напоминает, опять же, цветом вышеупомянутую биологическую жидкость. Ну, маленьким объемом пузырьки плохо будут видны, конечно. Но они есть, они мелкие, и стойкость этих духов, она очень велика. На коже я их ощущаю в течение более двух суток. Ну, может, у меня кожа такая, потому что на волосах шлейф, да, где-то порядка шести часов они звучат достаточно ощутимо. Потом звучание сходит на нет. Но первый мой тест был на холодном участке кожи. И, как я уже сказала, это было что-то горькое, затлое, непонятное. Такое ощущение, что какие-то старые вот шипры, старинные духи, какой-то пыли разлиты, ну, что-то совершенно такое невразумительное. Однако для Филиппа Сарченелли это, в общем-то, в порядке вещей. То есть многие его ароматы начинаются очень странные, потом они уже начинают трансформироваться во что-то более-менее парфюмерное. В данном случае у меня произошла трансформация в большой такой сноп сорняков. Если кто-то когда-то занимался прополкой дачных участков либо какие-то другие территории, и знаком с молочаевыми травами, вот осот, чертополох, которые вырывают, и из них течет млечный сок, вот у них такой более выраженный горький запах травы. То есть не просто вот такая горчинка обычной скошенной травы, а более резкий, горький такой напористый запах. И вот я действительно слышу большое количество такой горькой травы. У меня сразу промелькнула мысль, что здесь должен быть гальбанум, потому что очень напоминает ноту гальбанума в старых шипрах. Такая горькая-горькая зелень. Но в пирамиде гальбанума как будто бы не было. И потом вот у меня возникла иллюзия, как будто бы где-то в глубине этого стога с молочаевыми находится одна маленькая гвоздичка или маленький букетик гвоздик, а может быть пустой флакон одеколона одноименного. То есть какой-то вот запах гвоздики как будто бы пробивался сквозь вот этот весь осод, горечь. Ну и все, больше никакого раскрытия я не заметила. Ничего интересного больше не происходило. Но тест был на запястье, поэтому возможно просто я не дала композиции дольше звучать, потому что все смылось буквально при вот мытье где-то за сутки. Но по-другому аромат себя повел, когда я нанесла его на сгиб локтя. Но к тому времени я успела посетить официальный сайт Филиппа Сарченели и убедиться в том, что пирамида на сегодняшний день выглядит совершенно иначе, а вовсе не так, как она выглядела, когда происходил только вот релиз этих духов. Сейчас композиция представлена нотами, которые в принципе укладываются в то, что я услышала. Верхние ноты это бергамот, артемизия, лимон и лаванда. Средние ноты стиракс это смола с очень специфическим запахом. Можно напоминать запах СТО, резины каких-то вот химических изделий. Возможно, она именно отвечала за тот какой-то жуткий эффект, который я почувствовала при первом тесте. Розмарин, каскорила. Это дерево кротонок, который обладает нерковатым пряно-перечным запахом. Каламус от жиротанг. Тут тоже зеленые ноты. И в базе ангелика это полынный, чуть-чуть, буквально такой телесной сладостью аромат. У агента-провокатора был аромат лежон. Вот там очень много этой ангелики. Сандал, фейрула. Тоже растение, в общем-то, зелень. Мускус, амбра и вот с малогальбанума, который я опознала и без пирамиды. А также дубовый мох. И можно сказать, теперь уже когда я потестировала на волосах и на теплых участках кожи, что первое действительно это большое количество горьких трав. Это вся эта полынь, артемизия, ангелика, гальбанум. Каскорила, вероятно, тоже она обладает горьковатым пряным запахом. И каскорила, возможно, создала для меня эффект гвоздики, который в пирамиде на самом деле нет. Но какие-то такие гвоздичные нотки на холодных участках кожи я просто хорошо услышала. Так что, скорее всего, это может быть каскорила. Опять же, травянистые ноты. Феррула, калаус. Вот поэтому много-много зелени. Горечь гальбанума, смолы гальбанума. Много-много горьких трав. А сладковатый нюанс ангелики, он на какое-то время тоже открывается. Но не сразу, а чуть-чуть попозже. Ну, такая нота, кто знает, тут, конечно, я думаю, почувствует ее. Стирокс, в принципе, да. Видимо, он тоже придает такое странное звучание. Альдегиды, скорее всего, здесь сохранились. Потому что они не указаны в пирамиде. Но, скорее всего, они есть. Потому что есть некоторая альдегидность. В аромате чувствуется вот что-то такое. Придает композиции, мне кажется, ретровое звучание. И потом, когда я уже носила на волосах, на коже, на сгибе локтя, я подумала, чего я так сильно испугалась. Ведь, по сути, это именно то направление, которое мне нравится вообще в повседневной парфюмерии. Я додумала, что, but not today, это будут духи какие-то шокирующие, которые... Ну да, они меня шокировали, но тем, что не уложили все ожидания, которые у меня были. Но я ждала чего-то такого жуткого, необычного, отталкивающего, что нельзя будет носить в общество, а только вот на какие-то такие специальные, может быть, ситуации, где нужно продемонстрировать какие-то необычные ароматы. Но на самом деле это именно то направление, которое мне нравится. Это, по сути, горький шипр. Горький шипр в классическом стиле 70-х, 80-х годов. То есть здесь много горьких трав. Я люблю именно горькие шипры. Много горьких, как у Зинтерс, например. Много горьких трав. Здесь есть дубовый мох. Такой хорошо ощутимый. Я думаю, что вот это ощущение пыльного стога. Это тоже здесь и дубовый мох сделал свой вклад в это восприятие. Здесь есть пряности, горькие травы, то, что я люблю. И, кстати говоря, иногда мне слышится огурец. Такой вот горький огурец с горькой кожицей. А иногда, может быть, здесь надо сказать уже спасибо ноте сандала. Я слышу огурцы в рассоле. Причем такой крепкий, насыщенный рассол с большим количеством пряностей. Но по большей части все-таки я слышу горькие травы. И, в общем-то, кроме горьких трав я особо ничего больше не слышу. Что касается цитрусовых нот, то, в принципе, лимона я не чувствую. А вот горечь цедры бергамота, пожалуй, действительно здесь нет-нет, да и проскальзывает. Лавенда, розмарин. Да, пожалуй, они здесь тоже есть, чтобы как-то объединить и украсть этот букет. Но они здесь не выходят на передний план, они как раз создают фон. То есть здесь это охапка трав, по сути. Охапка трав. Большая часть у горьких, местами пряных. И никаких особых трансформаций больше нет. Вот немножечко горчичного еще, простите, гвоздичного оттенка, наверное, дают каскарилы. И все, на волосах я никаких больше трансформаций не слышу. То есть горькие травы, да и все. Но мне нравится этот запах. Я, пожалуй, бы носила такой повседневной жизни. Это направление, которое я ищу. И очень многие шипры меня разочаровывают именно тем, что в них много сладостей. И вот теперь я перехожу к истории о базе этого аромата. Потому что внезапно, спустя двое суток, на сгибе локтя я оберегала это место, чтобы узнать, чем же дело закончится. Внезапно появилась сладость. Вероятно, это раскрылась нота амбры. Заявленная в базе. И эта сладость была сладостью горького меда. Такого вот гречичного. Эту сладость можно услышать тоже в классических шипрах. Как раз таки и Мажинуар, и Ноуин. Они все несут в себе вот эту горькую медовую сладость. И она же появилась на коже спустя двое суток. Горький мед, горькие травы. Травы тоже никуда не ушли, но просто их залили горьким медом. И уже запах стал похож на большинство классических сладко-горьких шипров. 70-х, 80-х лет. Поэтому, кто любит такое направление, вот можете присмотреться к духам, but not today. Они, конечно, достаточно их тяжело достать. И стоят они немало. Но я хочу сказать, что по-настоящему горьких шипров не так уж и много сейчас на рынке. Во всяком случае, мне они как-то не попадались. И в этом отношении духи Филиппа Сарченелли для меня стали приятным открытием. Хотя, с точки зрения чего-то такого шокирующего и экстраординарного, можно сказать, что они меня разочаровали. Но я допускаю то, что пополню ими свой гардероб парфюмерный уже в большем объеме, чтобы действительно ими пользоваться.